Электрический ток Электрический ток, если пользоваться этим определением из курса физики, представляет собой порядочное направленное движение электрических зарядов. Это движение можно рассматривать как движение зарядов через какую-либо поверхность. Например, поверхность перпендикулярную сечению проводника. И величина электрического тока тогда будет определяться как количество зарядов, протекающих через эту поверхность в единицу времени. В общем случае, это математически выражается производной от заряда, проходящего через поверхность, по времени. Если у нас эта величина остается постоянной, то, соответственно, таким термином и обозначают электрический ток. То есть ток, величина которого остается неизменной во времени, называется постоянным током. Графически это изображение показано вот на левом верхнем рисунке. Кроме постоянного тока, в электрических цепях очень часто используются различные виды переменного тока. То есть электрического тока, величина которого меняется во времени. Из всего многообразия переменных токов, которые встречаются в электрических установках, можно выделить две большие группы. Это синусоидальный переменный ток, показанный здесь на правом верхнем слайде. И несинусоидальные токи, вид которых вообще бесконечно разнообразен. И здесь вот в качестве примера показаны два таких тока. Здесь ток, имеющий как бы постоянную составляющую, на фоне которой существует какая-то переменная, изменяющаяся величина тока. И вот такой пульсирующий переменный ток. Для оценки процессов электрической цепи необходимы какие-то количественные параметры, количественные критерии. Такими количественными оценками, количественными критериями являются, помимо величины электрического тока, величина ЭДС и величина падения напряжения. Ну, из самого названия ЭДС – электродвижущая сила. То есть это, как бы сказать, работа, энергия, которую сообщают движущимся зарядам для приведения их в движение. Величина этой электродвижущей силы оценивается как работа, совершаемая по переносу единичного точечного заряда между точками электрической цепи, к которым подключен источник электродвижущей силы. Вот здесь, в этом выражении, эта работа обозначена буквой А, и она отнесена к величине зарядов, движение которых создается с помощью вот этой электродвижущей силы. Эта электродвижущая сила создает всегда положительное приращение энергии зарядов, и в этом отношении она должна быть направлена от точки с более низким потенциалом к точке с более высоким потенциалом. И электрический ток, который создается этой электродвижущей силой, он также направлен от точки с более низким потенциалом, от точки с более высоким, поэтому направление действия ЭДС в большинстве случаев совпадает с направлением тока. И на схемах замещения это направление действия ЭДС указывается стрелкой. Сам источник ЭДС показывается в виде окружности такой, а стрелка внутри этой окружности указывает направление действия электродвижущей силы. То есть, если обратиться к этой схеме, то потенциал точки В и потенциал точки, расположенной между этим резистивным элементом и источником ЭДС, потенциал точки В будет ниже, чем потенциал этой промежуточной точки. Кроме этого, кроме действия источника, у нас существует приемник электрической энергии, который преобразует, расходует эту электрическую энергию, и этот расход энергии, возникающий в результате движения этих зарядов, он оценивается в виде разности потенциалов или падения напряжения. Это тоже, как бы сказать, величина пропорциональной работе по перемещению единичного точечного положительного заряда, но это перемещение происходит во внешней цепи, и при этом происходит потеря энергии. То есть, электрическая энергия преобразуется в какие-то другие виды энергии, поэтому при движении этого заряда величина этой работы уменьшается, потенциал точек, соответственно, уменьшается, и направление падения напряжения у нас всегда совпадает с направлением протекания тока. Вот здесь на этой схеме замещения, опять-таки, показана стрелка направления разности потенциалов или падения напряжения. Ну, опять-таки, видно, что здесь это направление противоположно направлению действия ЭДС. Так, собственно говоря, и должно быть в силу того, что источник ЭДС поставляет энергию в электрическую цепь, а элементы, на которых происходит падение напряжения, ее, эту энергию, расходуют. Кроме работы, которая совершается при движении этих зарядов, мы можем оценить также и энергию, которая эти заряды обладают. Ну, очевидно, что если у нас ЭДС и падение напряжения – это работа, отнесенная к единичному заряду, то все заряды, которые у нас проходят через сечение какой-либо поверхности, они будут равны произведению ЭДС на соответствующую величину заряда или падение напряжения или напряжение на соответствующую величину заряда. Ну, отсюда мы можем получить единицы физических величин для этих параметров. Для ЭДС и напряжения мы получаем единицу величины как отношение единицы работы к единице заряда, то есть джоули к кулону, это вольты. А для энергии, которая у нас поставляется источником в электрическую цепь или расходуется, преобразуется в другие виды энергии в нагрузке – это произведение соответствующих величин вольт на кулон. И если раскрыть вот эти вольты, как джоули на кулон, то легко заметить, что мы получим, как и следовало ожидать из курса физики, мы получим энергию в виде джоулей. Интенсивность преобразования энергии приемниками и нагрузкой в электрической цепи оценивается как энергия в единицу времени. Поэтому математически это означает деление величины энергии соответствующей на промежуток времени, в течение которого эта энергия преобразуется электрической цепью. Значит, мощность источника у нас тогда получается как произведение величины ЭДС на величину тока, протекающего через источник, а мощность нагрузки как величина падения напряжения на величину тока, протекающего через, опять-таки, ту или иную нагрузку. Перемножая эти единицы, мы получаем единицы измерения мощности, точно такие же, естественно, как во всех остальных разделах физики, то есть мощность измеряется у нас в ваттах. Кроме того, тут надо обратить внимание на то, что у нас в общем случае электрическая цепь может содержать множество источников электрической энергии и множество приемников, то есть нагрузок. Но энергия, которую поставляет источник в электрическую цепь, она зависит, кроме, собственно, величины этой энергии, она зависит от того направления, в котором действует электродвижущая сила. Если электродвижущая сила действует в том же направлении, в котором протекает ток через источник, то эта сила создает воздействие положительное, то есть она увеличивает энергию электрических зарядов. И таким образом эта мощность должна оцениваться с положительным знаком. Если же направление действия источника ЭДС, то есть направление электродвижущей силы, противоположно направлению движения зарядов, то она поглощает эту энергию, она тормозит эти заряды. И тогда мощность, которую развивает этот источник, должна учитываться с отрицательным знаком. В то же время рассеивание мощности, преобразование энергии в нагрузки, оно всегда, поскольку в ней не происходит никаких других преобразований, эта величина всегда положительна. И если мы суммируем всю мощность, поставляемую в электрическую цепь источниками электрической энергии, с учетом их знака, и всю мощность, рассеиваемую, преобразуемую электрической цепью, то очевидно, что исходя из закона сохранения энергии, эти суммы должны быть равны. То есть вот это равенство называется балансом мощностей и является, очевидно, одной из форм выражения закона сохранения энергии.